Ольга Николаевна О том, как вы помогали дедушке ремонтировать стол или вместе с бабушкой жарили оладьи из кабачков. Как вы научились плавать или научились кататься на роликах. О том, как вы отдыхали и путешествовали вместе с родителями. Или о том, как удивились, когда в лесу увидели ежа, зайца или змею. О том, как вам было страшно во время шторма на берегу моря. Не стоит рассказывать все истории на уроке. Выберите только одну, самую интересную. Не стоит также рассказывать о том, как вы обедали или ужинали в ресторане и в кафе. Рассказать историю последовательно вам поможет план. Составьте его. Ученица второго класса рассказывала историю о том, как она с папой ходила за грибами по следующему плану. Где, когда и с кем я была в лесу? Второе. Какие грибы мы собирали? Третье. Почему не брали неизвестные грибы, мухоморы и поганки? Четвертое. Как я помогала чистить грибы? Пятое. Очень вкусный грибной суп. Чтобы ваша история была рассказана последовательно и правильно, есть несколько слов-подсказок. Вот они. Однажды, сначала, потом, вдруг, снова, еще, уже и другие. Послушайте историю, которую ученик второго класса назвал «Случай на дороге». Однажды мы с другом гуляли в окрестностях деревни. Стоял жаркий летний день. Сначала мы шли по лесной тропинке, потом по дороге через поле. Высоко в небе мы увидели красивую крупную птицу. Которая парила прямо над нами. Вдруг хищник стал падать камнем вниз. В одно мгновение он схватил добычу и исчез за верхушками деревьев. Так я впервые увидел пернатого охотника. Я запомнил эту историю и уже вечером рассказал о ней маме по телефону. Постарайтесь свою историю рассказывать эмоционально, выразительно, без запинок. Так же, как вы рассказываете стихотворение наизусть. Попробуйте ее рассказать дома родителям. Потренируйтесь. Желаю вам успехов. Жду вас снова на своем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова